Всем привет из Сочи, 6 августа 2019 год, находимся вот в такой маленькой Швейцарии Есть такое место в Сочи, возле морпорта, называется Марина Такой внутренний дворик, здесь выставочные залы, магазины То есть одновременно с прогнозами продолжаю людям показывать красоту Этого потрясающего, прекрасного, самого лучшего на земле города Сочи Итак, прогноз Брюги, Динамо, Киев Сразу скажу прогноз Динамо, Киев не проиграет и тотал 3,5 меньше Коэффициент будет примерно 1,50-1,60 Почему такая уверенность? Ну потому что я вот смотрю, Динамо, Киев в том году был такой не очень А в этом году Хацкевич уже видимо хорошо поработал с командой Вот они Шахтер обыграли на Суперкубок Два матча выиграли они в чемпионате Украины По-моему 0-3 оба матча закончились С сухим счетом обыграли Львов и обыграли Карпатой Почему-то две команды из Сальвова, да? То есть они набрали ход Они так нормально забивают сейчас Немножко они отошли от тактической схемы Где было минимально там 0-1 они любили побеждать 0-1 максимум 0-2 А тут сейчас они 0-3 Они сейчас раззабивались Вот Последнюю игру они выиграли 2 августа Напомню 0-3 Брюгге в свою очередь тоже выиграл в чемпионате Бельгии Но это был только первый тур Они еще не набрали ход Они выиграли 6-0 У какой-то там заштатной команды То есть они забили аж 6 голов Вот исходя из моей логики Исходя из моей стратегии В этом матче Брюгге забьет максимум 1 гол Почему? Да потому что патроны все кончились Вот я люблю такую тактику Вот когда Баварий Фенербахча обыграл 6-1 Я сказал, что с Тоттенхэмом они пролетят И они хотя бы 2-2 сравняли Но потом по пенальте все равно Тоттенхэм их или там в дополнительный Тоттенхэм выиграл Вот так и здесь Зачем забивать 6 голов? Забили 2-3, все Дайте отдохнуть основному составу Дайте молодежи там Выпустите дублеров каких-то Сыграйте 4-2, например Вот, а сейчас они 6 забили И голов у них не осталось Поэтому Какой я вижу счет? 1-1 примерно Может быть даже в пользу Динамо Киев 1-2, что-то такое Вот, киевеляне что? Они не нуждаются в представлении Это великая команда Величайшая Одна из моих любимейших вообще Вот, какой бы тренер не был Кто бы не тренировал Все, Динамо Киев это Динамо Киев Это что-то типа, знаете, вот сборной Германии, да? Только Со славянским акцентом Как ни странно, эти команды не имеют Предысторию встреч между собой Они ни разу не встречались Вроде такие гранды европейского футбола Ну, особенно Динамо Киев Постоянно в Еврокубках И ни разу не встречались Вот Ну, бельгийский футбол Он такой своеобразный Он прагматичный Результативный И тактически очень грамотный Сейчас люди пройдут Продолжим разговор То есть бельгийский футбол Они, по-моему, были вели Бице-чемпионами Европы По-моему, в 76-м году Второе место заняли На чемпионате мира Они постоянно нас обыгрывали В 82-м году Прадомейх выиграли Аганесян забил В 86-м 4-3 они у нас выиграли Небольшая лекция В бельгийском футболе Они были родоначальниками Искусственного офсайда Обыграли Динамо Тбилиси В 81-м году 1-0-1-0 Команда стандарт была такая Это был По-моему, был полуфинал Кубка УЕФА Обыграть Динамо Тбилиси Это В то время Это было очень сложно Ну, там Шенгеля три гола Забил там, судья подменял Шенгеля получил желтую карточку еще За откидку мяча Бельгийцы также придумали Вбрасывать мяч из аута Как угловой Первым это делал Опять же, игрок стандарта Был такой Эрик Герец Да, он таки возрастной футболист Он с бородой был Это был тогда единственный футболист Который с бородой Сейчас почти все с бородами Сейчас кто без бороды Это уже вообще не футболист считается Вот поэтому будет Интересно противостояние Двух тактических Схем Я не могу сказать, что Бельгия играет в тотальный футбол Вот Динамо Киев, кстати Это типичный представитель тотального футбола То есть Тотальный футбол Это когда все 10 человек в атаке Все 10 человек в обороне То есть там, например Мяч из ворот может вынести Центральный нападающий При обороне А гол может забить Какой-нибудь центральный защитник Убежав в контратаку Вот это вот тотальный футбол Во всей красе И Лобановский любил такие вещи Он брал, например Андрея Гусина Из Львова Который играл центрального нападающего И ставил его у себя Центральным защитником Понимаете, да? То есть фишка То есть это уже готовый центральный нападающий Но он его ставит защиту Почему? Потому что при подключении в атаку Он будет играть как нападающий То есть нас ждет очень интересный матч Интересное противостояние Я болею за Динамо Киев Я люблю Украину Я никогда Ни этого не отрицал Своих симпатий к этому Прекрасному народу Очень интересному Потрясающая страна Великолепные люди Очень интересные Очень такие веселые Креативные Что бы ни случилось Украинцы сдаваться не будут Вот Но Конечно, я помню Весной 5.0 от Челса Но там уже было все понятно Рационализм Понимаете Зачем сопротивляться Если так все ясно Ладно Немножко залезли в дебери Всем удачи Ребят, кто выиграет Просьба делиться С своей радостью Я оставлю свой номер телефона Пополняйте Потихонечку Мой баланс Опять мои прогнозы Начали заходить Вчера Назвал Один из точных счетов Вариант Ахмат-Оренбург 2.0-2.1 Я сказал Допускай даже 3.1 Но 2.1 Они выиграли Там все нормально Ладно Всем удачи Привет